Сочи ГИБДД проверит видео с ночными гонками элитных иномарок. Видеоролик появился в интернете и сразу вызвал волну возмущения. Сочинские энергетики переведены на особый режим работы. Из-за жары энергосистема испытывает рост нагрузок. Новый корпус детсада открылся в Адлере на территории воинской части. Но по просьбе главы Сочи он передан курорту. Мэр города попросил жителей Макаренко подключиться к благоустройству сквера. Его откроют в день 80-летия Краснодарского края. Первый в России вагон «Термос» выпустил Армавирский машиностроительный завод. Два опытных образца сегодня показали главе региона Вениамину Кондратьеву. Вагон будет перевозить скоро портящиеся грузы. Оптимальная температура поддерживается за счет теплоизоляции грузового помещения, рассказывает губернатору директор предприятия. Раньше такие вагоны выпускались только в Германии. В России Армавирский машиностроительный – единственный, кто начал делать такую технику. Вы сегодня просто развиваетесь, вы четко реагируете сегодня на спрос рынка. Это очень важно. И вот этот вагон, который стоит сегодня, если бы на нем не было на русском языке написано, я вам честно скажу, я подумал, что он импортный. Такого он качества, такого внешнего, что вчера, может быть, такого у нас и не было. А сегодня есть. И здесь, здесь у нас в Армавире. И там главное, чтобы внутренний рынок, все перевозки такого типа осуществлялись именно в вагонах армавирского машиностроительного завода. В Армавире глава региона сегодня провел заседание Совета по промышленности. Участники совещания подвели итоги этого сектора экономики за прошлый год и обсудили перспективы развития этой отрасли в крае. На Кубани будут развивать военно-технические виды спорта. Создание краевой программы Вениамин Кондратьев обсудил с военным комиссаром региона Сергеем Пуликовским. В этом году Краснодарский край вновь стал лидером по количеству призывников. Ряды вооруженных сил России пополнили около 5,5 тысяч кубанцев. В их числе более 300 казаков. Всего же на учете в регионе 40 тысяч мужчин призывного возраста. Некоторые из них проходят подготовку к армии на базе отделения ДСААФ, после чего молодые люди будут служить в военно-воздушных и летных войсках страны. Кубанские новобранцы уже давно на особом счету во многих подразделениях вооруженных сил. Для подготовки призывников к службе в крае созданы все условия для занятий спортом, отметил Вениамин Кондратьев. После эту функцию берет на себя военкомат ИДСААФ. И регион готов оказывать организации всяческую поддержку. Аномальная жара угрожает энергосистеме Кубани. Несколько суток подряд сети выдерживают пиковые нагрузки. Четыре раза в крае уже били рекорды по потреблению электричества. Но зной не собирается спадать. Поэтому возрастает вероятность аварий. У нас за последние сутки, к примеру, было 15 аварийных отключений. Средний срок восстановления составил порядка трех часов. Были отдельные элементы сети, где энергетикам пришлось потратить большее количество времени. Это было связано с технологией производства работы. Сейчас система работает в штатном режиме. Но энергетики просят жителей края не злоупотреблять и не включать несколько электроприборов одновременно, особенно с 8 до 11 вечера. В это время нагрузка на сеть возрастает в разы. А значит и вероятность аварий увеличивается. Сочинские энергетики переведены на особый режим работы. Из-за аномальной жары кубанская энергосистема испытывает рост нагрузок, превысивший исторический максимум прошлого года. Тем не менее, на курорте ситуация с энергоснабжением остается стабильной. Отдельные локальные технарушения, которые возможны на сетях 0,4 кВт и могут затрагивать незначительное количество потребителей, устраняются энергетиками оперативно. Основной причиной локальных технарушений является превышение потребителями многоквартирных домов, разрешенной к использованию мощности в два и более раза. Другими словами, потребители используют электроэнергии больше, чем предусмотрено их договорами. Если абоненту нужно увеличить мощность, ему следует обратиться в сетевую компанию. И при необходимости выполнить ряд технических мероприятий. Нередко причинами перебоев с энергоснабжением становятся и вовсе факты простого хищения электроэнергии. Необходимо помнить, что ответственность за качество электроэнергии несут все субъекты, участвующие в процессе электроснабжения. Как сетевая компания, так и потребитель. Все потребители могут обратиться для увеличения максимальной мощности своих энергопринимающих устройств в центр обслуживания потребителей, которые находятся в каждом районе города Сочи. Часто жители сами создают себе неудобства, нарушая нормативы и правила электробезопасности. Один из примеров – недавние жалобы жильцов ряда домов по улице Воровского на перебои с электричеством. Как выяснилось, там произошло несколько повреждений кабельных линий. Одно – из-за проведения несанкционированных земляных работ при строительстве забора по улице Рос-50. Остальные – из-за превышения мощности самими жителями. Чтобы устранить нарушения, специалисты сочинских электросетей заменили более 50 метров кабеля. Также стоит отметить, что не все электрические сети находятся в зоне ответственности Кубанинерго. Например, дома под лисером 98 по улице Искра, где тоже произошли отключения, состоят на балансе территориальной сетевой организации МСеть. И обращаться потребителям следует к данному собственнику, который несет всю ответственность за эксплуатацию своих сетей, а значит, из-за качества энергоснабжения. Энергетики обращаются к населению с просьбой рационально использовать электроэнергию, а также напоминают, что превышение допустимой мощности является одним из вариантов незаконного использования электроэнергии, из-за которого страдают добросовестные абоненты. И к другим новостям. Сочи ГИБДД проверит видео с ночными гонками элитных иномарок. Видеоролик появился в интернете и сразу вызвал волну возмущения. В странном соревновании принимали участие сразу несколько дорогих спорткаров, среди которых был замечен и Ламборджини. Все двигались с огромной скоростью по дороге общего пользования, где в любой момент могли наткнуться на другие автомобили. Благо гонщикам повезло. Инцидент обошелся без ДТП, сообщает российская газета. Сейчас по имеющимся фото и видеоматериалам устанавливают личности нарушителей. Как выяснилось, в Сочи иномарке привезла группа молодых людей из Москвы, использовав для этого автовозы. Власти Сочи совместно с архитекторами и общественностью проводят планомерную работу по корректировке территории, цель которой – улучшение качества жизни сочинцев. Курорт насыщен новостройками и, соответственно, новыми жителями. Поэтому было принято решение о развитии города путем комплексного освоения. Архитекторы уже взялись за создание проектов межевания территории. О том, каким в будущем может стать завокзальный район – наш следующий материал. Новый детский сад и школа. Архитекторы в первую очередь поразмыслили над тем, как наладить социальную жизнь завокзального района. Перед тем, как что-то предлагать, проводили целое исследование территории, опрашивали людей, считали их количество и замеряли участки. Выяснилось, что население района превышает все допустимые нормы, минимум в два раза. В предложенном проекте планировки расширенной дороги, появляются тротуары, а жилой фонд приобретает конструктив. О своих планах по переделке члены градостроительного совета рассказали главе города. Анатолий Пахомов идею поддержал и предложил все районы Сочи отработать по образцу завокзального района. Мне понятно, что как нам дальше двигаться в этом микрорайоне. Дальше тот же главный архитектор будет спокойно говорить всем, что друзья, вот так вот, вот это вы хотите, вы купаете. На этом месте можете построить вот это. Школы мы построим. И построим там, где можно снести аварийный фонд. Людей с аварийного фонда мы переселяем туда. То есть, как бы, ну, все становится понятно. Проект одобрен, но пока работ по перепланировке района не будет. Эскиз необходимо утвердить. Далее начнется поиск финансирования масштабной процедуры. Увеличилось население, да, количество. Соответственно, увеличилось количество и автоматранспортных средств. Отсюда и взросла нагрузка на те дороги, которые не были приспособлены. И этим проектом мы решаем, условно говоря, проектируем будущее этого микрорайона. То есть, без таких проектов невозможно сказать, как будет развиваться тот или иной микрорайон. После официального утверждения проекта архитекторы города предъявят застройщикам конкретные требования по планировке. Она в обязательном порядке будет включать в себя строительство социальных объектов. Именно таким способом Сочи станет еще более красивым и комфортным городом. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Новый корпус детского сада номер 123 открылся сегодня в Адлерском районе. Он находится на территории воинской части, что определяет особенный характер работы. Появление нового детского сада стало продолжением политики городских властей, направленной на обеспечение каждого сочинского ребенка местом в дошкольном учреждении. Они идут сюда впервые на праздник в честь открытия детского сада. Но скоро эта дорога станет привычной для десятков дошкольников и их родителей. Филиал детсада номер 123 – по сути полноценное учреждение с большой территорией и просторными помещениями. Детский сад рассчитан на 60 мест. Площадь детского сада большая – 2600 квадратных метров. Детский сад очень уютный, комфортный. Этот детский сад находится на территории воинской части, но по просьбе городских властей передан курорту, чтобы он был открыт и для сочинских детей. Сертификаты на право посещать детский сад номер 123 вручил глава Сочи. По словам Анатолия Пахомова, за последние пять лет в городе открыли уже 18 детских садов. Сегодня – 19-й. Будем продолжать строить и дальше. И даже на следующий год мы планируем построить еще четыре детских сада. Конечно, у нас уже есть проекты, есть экспертиза этих проектов. И сейчас задача вместе с губернатором края – изыскать деньги, которые понадобятся на это строительство. Я думаю, что это будет успешно сделано. Родители тоже успели побывать внутри, осмотреть группы, помещения для занятий спортом. Все обращают внимание на современный подход к оборудованию детского сада. Очень красивый, многофункциональный, все абсолютно новые устройства. Мы абсолютно довольны. Нашим детям подарили такой замечательный детский сад, оснащенный по последним технологическим вообще всем критериям. Очень здорово. Веранды во дворе и внутри здания для прогулок в дождливые дни. Современное оборудование в столовой, игровых комнатах. Есть прачечная и медицинский кабинет. Сегодня первые путевки получили дети военнослужащих. Но детский сад построен, как говорится, на вырост. И в будущем здесь будут принимать и дошкольников из окрестных населенных пунктов. До конца этого года в Сочи откроют еще два детских сада – в Лао и в Верхней Беранде. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Строительство нового парка на Макаренко вышло на финишную прямую. Глава Сочи Анатолий Пахомов обратился к жителям микрорайона с просьбой принять участие в заключительном этапе работ. Муниципальный природно-ландшафтный парк будет открыт 13 сентября в честь 80-летия образования Краснодарского края. Ну и сегодня утром Анатолий Пахомов проинспектировал ход работ. Слово Елене Овтециной. 20 апреля здесь был заложен памятный камень. У парка появилось название. Из-за сложного рельефа он был определен как природно-ландшафтный. Эксперты дали свое заключение и местные жители одобрили благоустройство зеленой зоны. Разработана и утверждена дорожная карта. Проведены работы по сносу аварийных и сухостойных деревьев, произведена очистка от мусора. Прокладывают и ливневую канализацию. Из существующих тропинок сделали дорожки-теренкуры. «На таких вещах можно со временем террити сделать поручни». Каждая горная тропинка Теренкур будет названа в честь района или города Краснодарского края. Площадь всего парка около 15 гектаров. Зайти в него можно будет с нескольких входов с улицы Вишневой, с Макаленкой и даже с улицы Пластунской. Здесь растут многолетние деревья и кустарники. Есть и краснокнижные растения. Сейчас, чтобы вовремя открыть парк, требуются дополнительные рабочие руки. Глава города призывает местных жителей, для которых и собственно благоустраивается этот лесной массив, помочь рабочим. Они сейчас бетонируют дорожки, пока готовы 200 метров. «Чисто физическая сила нужна. И здесь, конечно, было бы хорошо, чтобы жители приняли участие. Более того, если жители примут участие, они будут относиться к этому парку как к своему родному. И, конечно, тогда не будет у нас жалоб на то, что вот здесь провели пикник ночью и вот после себя оставили вот такой мусор. Это должно исключено быть. Где-то детскую площадку, там, где можно наравнение сделать. Но главная задача – это то, чтобы создать условия для жителей этого микрорайона, чтобы была возможность и погулять там, где можно, и там, где позволяет здоровье. Ну и для тех, кто более сильный, более здоровый. Есть, конечно, здесь и крутые теренкуры. Мы с вами прошли, это прочувствовали». Парк еще только благоустраивается, а рано утром сюда уже бежит детвора и родители. Они слышали от управляющей компании о том, что требуется помощь и теперь организовываются в группы. «Мы, скорее всего, с мужчинами нашего дома соберемся и придем тут поможем в вечернее время, когда не жарко, когда, возможно, что-то после работы здесь делать». Когда будут готовы тропинки, установят лавочки, скамейки, урны и указатели направления движения. Протяженность пешеходных маршрутов – 3213 метров. Разработан и проект освещения парка. Мачты и фонари начнут устанавливать после 15 августа. Некоторые общественники, не дожидаясь торжественного открытия, готовы уже сейчас сделать будущий парк уютнее. А 19 августа в субботу здесь начнет свою работу лесная мастерская. Те, кто хочет, чтобы парк был не только зеленой прогулочной зоной, но и необычным интересным местом отдыха, могут смастерить и повесить на дерево кормушку или сковоречник, а сами деревья празднично нарядить. Для этого подойдут любые декоративные украшения. В Сочи вручат премию в области гостеприимства «Золотой Прометей-2017». Торжественная церемония состоится на сцене Зимнего театра 17 ноября. Это первая городская премия в области гостеприимства. Награда присуждается по итогам народного голосования и экспертного мнения в 16 номинациях. Лучшая туркомпания, лучший отель 4,5 звезд, лучший санаторий, ресторан, кафе. Также предусмотрены номинации «Сделано в Сочи», «События года», «Открытие года», «Фестиваль года», «Специальный приз главы города». Председатель жюри, мэр Сочи Анатолий Пахомов. Гостей торжественной церемонии, среди которых будут почетные горожане, руководители курортной отрасли, журналисты, общественные деятели, известные сочинцы, первые лица города и представители бизнеса, ожидают масштабное музыкальное шоу с участием известных артистов. В целом, по словам организаторов, премия призвана популяризовать направление гостеприимства на курорте. В художественном музее Сочи готовятся к открытию сразу две выставки. Первая называется «Матриарх арт». Это экспозиция из 18 работ российских художников, как маститых, так и начинающих творцов. Ну а вторая посвящена творчеству известного сочинского художника Леонида Лучевского. Кстати, родилась эта экспозиция очень необычно, благодаря случайной находке. Все подробности у Ринаты Шипульной. Это сейчас пейзажи и натюрморты известного сочинского художника Леонида Лучевского красиво развешаны в художественном музее и ждут своего зрителя. А еще полтора года назад они пылились в одном из подсобных помещений санатория «Золотой колос». В 2015 году у нас в санатории было принято решение о реконструкции клуба санатория. И в связи с этим была проведена генеральная уборка во всех подсобных помещениях клуба. И в кинобудке, в которой в светское время транслировались черно-белые фильмы, были обнаружены эти картины. Полотна находились в аварийном состоянии. Хранились они в непроветриваемом влажном помещении. По всей видимости, в свое время картины в стиле соцреализм стали просто немодными. Были сняты со стен здравницы и отправлены в подсобку. В санатории с находкой решили обратиться к реставраторам в художественный музей. Это был грибок, это аварийное состояние грунта клеевого, на которое действует также влажность. Образовались выпады красочного слоя. Плюс ко всему это помутнение лакового слоя. В общем, мы провели широкий спектр, самый широкий спектр реставрационных работ по восстановлению этих картин. То, что картины получили вторую жизнь, это большой вклад в культуру города. Ведь Леонид Лучевский – сочинец искусства живописи. Он обучал многих местных художников. Как мастер он представляет очень хорошую академическую ленинградскую школу живописи. И, в принципе, по уровню стоит на хорошем очень уровне, как мастер социализма. Его знали, он пользовался авторитетом на территории всего Советского Союза. Много путешествовал, писал работы в разных природных полосах. Эта выставка показывает данный факт. Выставка восстановленных картин сочинского художника откроется завтра и продлится до 3 сентября. Завтра же в художественном музее торжественно будет открыта и вот эта экспозиция «Матриарх арт». Что такое арт? Да, это искусство. Что такое матриарх? Матриарх – это нечто создающее, рождающее. Это женщина, семья, это дружба, это дети. Это те события, которые происходят во всем. То есть, фактически, это наша с вами жизнь. «Матриарх арт» – это 50 работ 18 художников. Есть в экспозиции картина самой Светланы Денкиной. Вот это первая из большой серии «Свадебный переполох». Невеста ждет грустью жениха, почему-то его нет. Картина, состоящая из нескольких частей. Она может разбираться, объединяет их стол с яблоком. Яблоко – это, так сказать, смысл, суть жизни. В выставку «Матриарх арт» вошли работы как маститых, так и совсем молодых художников. Не только картины, но и скульптуры. А также работы, выполненные с помощью компьютерной графики. В основном модерн и постмодерн, но интересно они будут широкому кругу зрителей. Познакомиться с выставкой можно будет до 3 сентября. Рената Шипулина, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Настоящие дары с Востока сегодня прибыли в Сочи. Уже утром в пятницу на Южном Малу развернется таджикская сельскохозяйственная выставка-ярмарка. В Сочи таджикские предприниматели привезли дыни, виноград, персики, яблоки, груши, абрикосы, томаты, болгарские перецы и сухофрукты. Все это недорого, экологично и очень вкусно. Анатолий Пахомов отметил, сочинцы знают толк в здоровой натуральной пище. На курорте работают ярмарки-привоз, где свою продукцию реализуют кубанские фермеры. Таджикская ярмарка – прекрасный шанс оценить товары, что называется, от производителя. Это не только продажа сельскохозяйственной продукции, а с другой стороны общение. И большая школа для увеличения экспорта фруктов, овощей и сухофруктов не только город Сочи, а другие регионы. Последние годы после организации этих ярмарок увеличилась объем поставок сельскохозяйственной продукции. Лучше дыни таджикской нет вообще в мире, да? Да, это точно. И наши жители это оценили. Поэтому мы хотим всех желающих гостей нашего города, жителей нашего города пригласить на ярмарку. Настоящий восточный базар под открытым небом будет работать до воскресенья включительно с 8 утра до 10 вечера. Главе Сочи таджикские предприниматели пообещали установить цены как минимум на треть ниже рыночных. Впрочем, здесь как нигде приветствуется торг. Это ведь настоящий восточный базар. Олимпийская сборная России выиграла турнир Сочи Хоккей Оупен. Встреча с клубом СКА, состоявшаяся в среду в Сочи, завершилась со счетом 4-3 в пользу олимпийской сборной. Заброшенными шайбами в составе победителей отличились Егор Коршков, Максим Чудинов, Артем Федоров. У СКА отличились Александр Дергачев, Илья Ковальчук и Виктор Тихонов. Решающий булит исполнил Владимир Ткачев. В матче за третье место магнитогорский металлург уступил сборной Канады 1-3, сообщает агентство «Эрспорт». В День физкультурника отметить страна в эту субботу в преддверии даты спортивная школа номер 12 провела открытые соревнования по пулевой стрельбе. Две возрастные группы стреляют спортсмены, которые входят в команду «Края», выступают на России, мастера, кандидаты, разрядники. Всего порядка 25 участников. Представлены два вида оружия – пистолеты и винтовка. 60 выстрелов приблизительно за полтора часа. Представлять можно только один вид оружия. В данном случае это винтовка. При этом ее вес – порядка 5,5 килограммов плюс специальная одежда. Легче тем, кто выступает с пистолетом. Специальной одежды не требуется, да и оружие весит значительно меньше. На этом преимущества заканчиваются. Главное в пулевой стрельбе – точность выполнения упражнений и меткость. Воспитанники Жисочинской школы в списках рейтинговых спортсменов. 21 августа у нас в Краснодаре будут проходить соревнования, и мы сейчас к ним готовимся. Наша команда занимает практически на каждых соревнованиях призовые места. Наш город является лидером, одним из лидеров в Краснодарском крае. Составляем конкуренцию всем. Несмотря на успехи спортсменов в Сочи, в пулевой стрельбе собственной тренировочной базы у школы нет. А после краевых соревнований в сентябре в Краснодаре состоится первенство и чемпионат России по пулевой стрельбе, участие в которых примут и сочинские спортсмены. Ну и в завершение выпуска информации от наших партнеров. Во всех филиалах стоматологической клиники «Валей Денталь» весь август проходит акция имплантации и протезирования за один день. 17 тысяч рублей. Улица Чайковского, 3. Центр доктора Бубновского в Сочи. Победи боль в спине и суставах. Индивидуальные программы, врачебный контроль и сопровождение специалистами. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.